Перец с рваными яйцами, да, баночки. Вы посмотрите, какой чудесный потолок. Однако, во многих книгах, которых я читал, эта информация цитируется на голубом глазу. Причем, заметьте, что там было написано 17 по 20, а здесь 16 по 17. Они даже вот здесь не смогли как-то договориться друг с другом. Пушкин, наши, все. И всегда было интересно попасть туда, где он жил. Ну, не конкретно в его квартиру, а вот в такое. То есть, на самом деле, когда-то, когда еще мы были настолько молоды, что парились в бане, Александр Сергеевич Пушкин находился в этом доме. Он здесь поселился сразу после окончания лицея. Я задеваю своими прекрасными волосами. Маленькие жители. Маленькие жители, это прекрасно. Заходите. А это старые двери, оставшиеся? Мы заехали полгода назад. Я думаю, это старые. Потому что, на самом деле, вот эта амфиладная система, она, как правило, сохранялась. И вот, видите, пожалуйста. Вот этим обогревались. Обогревались. Пушкин, на самом деле, сюда не приглашал гостей. Потому что это была попа мира, выражаясь высоким штилем. То есть, когда он кого-то навещал, нужно же было по законам жанра отдать визит. И, соответственно, он старался вот этого и избегать. Да, да. Дракоша пришел тебя пугать. Ну и, соответственно, отсюда открывается у нас вид во двор. И, в принципе, Александр Сергеевич наблюдал, например, такую же картину с той разницей, что флигели, конечно, все эти были пониже этажа на два. Потому что в то время был очень жесткий высотный регламент. Если вы сюда вот выглянете. Вот там щель прекрасная. Мы там, скорее всего, еще окажемся сегодня. Так, дай-ка я достану книжечку, которая мне понадобится. Сведения, которые в этой книжке изложены, они расползаются по всем другим книжкам. Да, конечно, да, ты. Вот она вот так вот выглядит. Очень рекомендую. Гордон написали. Здесь как раз есть момент. Сколько есть всего комнат в коммуналке? Семь. Семь комнат. А это кухонька такая. Вот, видите? Прекрасная во всех отношениях нечто. Алло. Склеиваем. Да, здравствуй. Не надо ни на какой телефон. Деньги вы покупаете билеты на сайте, приходите, соответственно. А у нас еще нет возможности на сайте заплатить. Мы можем прийти на телефон. Вы из тайги приехали? Ну, хорошо, ладно. Приходите, заплатите на месте. Спасибо. Двадцать первый век на дворе. Павлик обелился. Все оплаты через сайт. Деньги капают мне на ИП, я плачу налоги. И каждый раз. А можно как-нибудь так? Ну, то есть, все очень просто на самом деле. Система, которая не остановлена. Ну, ладно. Приходится иногда идти людям на встречу. Да. То есть, старые клейма. И это все на самом деле вот от той замечательной печечки. То есть, это система отопления прошлого. Славы еще, по-моему, замурованные какой-то камень печки. Да, пошли, посмотрим. Пойдешь с нами? Пойдешь? Пойдешь с дракошей? С дракошей пойдешь? А? Нет? Боишься дракошей? Да. Пойдешь среком вверху? Какая прелестная обстановка. Особенно мне вот это вот нравится. Видите, какие красивые обои. Еще я помню в советскую эпоху. Вот они очень любили такие рисуночки у нас. Вот здесь. А, да. И там тоже, видите, как помните. Ну, надо сказать, что, конечно, в ту эпоху никаких ванн вот в нашем понимании не было, потому что провод еще отсутствовал. Если уж ванну и набирали, то наносили воду специально обученные люди. Ну, и потом они эту же ванну и сливали. А вот он, наш прекрасный черный выход. Вот здесь заваленный всем. Тут вот, видите, да, кладовка. Ну, тут темновато, да, но как обычно все. То есть, традиционная система на черную лестницу. А, и стиральная машина у нас. А, и сюда надо, на самом деле, да. Баночки. Вы посмотрите, какой чудесный потолок. Слушайте, вот как у меня в сарае на даче. Вот, вот один, сука, в один просто. Ну, это, конечно, наследие вот этого советского бытия, когда все, все надо тянуть, все хранить. Потому что, мало ли что, а мы голодные, да. Вдруг война, да, вот. Но это очень важная вещь, ценная. Ну, вот как у меня, да, Мишенька в коммуналочке вот это все собирал. А двери-то вот эти, кстати, между прочим, еще с тех прекрасных времен. Да, я думаю, ну, вот это тоже, скорее всего. Хотя, конечно, это все, когда в 20-30-е годы, это все, конечно, переделывалось довольно жестко. А два туалета, что ли, да? О, ну, вам повезло, на самом деле, что у вас есть и мужской, и женский туалет. Ну, дайки очень большие, конечно. Ну, слушайте, смывать, вот видите. Смывать было, было бы. Ну, потому что, да. Да, забыл. Да. Это, как, знаете, на экскурсию всем взять, в смысле, проводные наушники с мини-джеком. А беспроводные подойдут? Нет. Написано, проводные наушники с мини-джеком. Это подразумевает, что проводные, в смысле, беспроводные не подойдут. Так. Так что, пускается? Да. Там закрыто? Сеньки варимэни. А там наверху открыто, закрыто? А, наверху? Да. Да. Помните. А квартира? Где крыша? А крыша у нас через черный метр открыто. Да. Там открыто. Там открыто. А мы там можем попасть как-нибудь? Можете аккуратненько, да. Давайте попробуем. Что же? Что же? Не, зачем мы будем? Таким препарат, да. Просто... Подъездите вы в дереву? Ну, что поделать. Мы пожертвуем наш... Я, конечно, пролезала. При большом желании. Здесь очень такой, видите, замок. Ой. Защита просто 80-го уровня. Надо, я думаю, на себя, наверное, надо. Сейчас я ручку надеюсь. Да, вот ручка. На себя и отсюда. О! Ну что? Ой! Вот так вот. Благословим. Осторожно. Стройненький, аккуратненький. Аккуратненький. Так, ладно. Поднимательно. Лестничка. Прекрасная. Пойдёмте мы. Ну, да. Мы сейчас вернёмся. Видите? Вот это всё с тех времён. Слушай, а не обычная там конкурация? Чёртная. Вот сидели. Ну, потому что каждый строил, как хотел. Но на тот момент... Пахнет кошками, как всегда, на чёрной лестнице. Видите? Специальные отсеки, где можно что-нибудь хранить. Всё. Чего? Видно фонтанку. Где мы гуляли в прошлый раз, на самом деле. И обратите внимание, вот. Вот из чего сделаны все чердаки. Видите? И все дома. Прекрасные. Сейчас, когда меняют, можно видеть эти деревяшки. Аккуратно тут иди. Так. Блядь. Так. Держи. Давай. Давай. внутренний двор охладно ну и вот она чудесная перспектива сегодня буду гулять вентиляция а чё не показывать мы не стыдимся ничего натурального пусть люди посмеются пусть люди так сказать позлословят напишу что-нибудь перец с рваными яйцами да мне не жалко ребят все для вас сам реализуетесь вот отсюда прекрасно видны на самом деле ну вот первый госпиталь морской смотрите какие скобы кранов там на перспективе вот как раз меняет мы сейчас увидим там меняют у нас кровлю но дом этот изначально конечно был трехэтажные о чем важно здесь упомянуть и вот высота этой гостиницы которая показывал до в стабе силе батарейки как в песне поется пришлось заменить но собственно это еще не все что вас здесь ожидает эта парадная лестница по которой александр сергеевич пушкин поднимался в молодости когда он сюда входил зимой его встречало тепло потому что здесь разогревалась вот эта печь прекрасная она естественно была другого цвета в то время потом ее закрасили вот этими слоями краски вот этот вот замечательный фриз лепной свидетельствует нам о том что ну вот старались оформлять конечно дома как можно красивше видите пепелястры ну да если это все счистить это будет мега красиво но но нет вот мы с вами идем вот сюда и я просто буквально там чуть-чуть он зачитаю из этой книжки да ну вот воспоминания модеста корфу например как он описывал квартиру не конкретно эту квартиру на это как вот с квартиры старухи простой часы типа которая есть в доме на она может быть там этажом выше этажом ниже так где он дом их представлял всегда какой-то хаос в одной комнате богатые старинные мебели мебели на мебеля старинные мебели в другой пустые стены даже без стульев многочисленная но оборванная и пьяная дворня ветхие рыдваны стоящими клячами пышные дамские наряды вечный недостаток во всем начиная от денег и до последнего стакана вот видите меняют у нас то что мы видели наверху и там где нам махали а сейчас я вам покажу такой небольшой фокус-фокус я вообще изначально хотел короткую делать экскурсию но потом подумал что нет потому что есть конечно о чем рассказать и кушкина мы еще вернемся сейчас мы выйдем на садовую улицу смотрите какой барбос иди иди вперед я пока кушке достава напихали тут всякого в рюкзак мы здесь по бокам у нас чудесные будут с вами видите наши любимые во всех отношениях закуточки с субстанции прямо не надо это снимать да с левой стороны тоже пахнет картошечкой вкусно хорошо что поел да сейчас я вам наглядно продемонстрирую что такое история или краеведение в разных аспектах у меня есть книжка которая уже показывал вот это павла яковлечика на где он описывает прогулку по мойке фонтанке и по садовые улицы и в рамках студии своих он родовольцах я конечно же рассказывал неоднократно про убийство шаха судейкина юргия порфирьевича при двумя прекрасными ребятами канашевичем и стародворским они его замочили обломами обрубленными ломами за то что он как тогда писали позволял себе недопустимые методы значит работы с революционерами и провокации то есть как бы бомбы кидать в госслужащих это нормально а провокации что называли провокации в то время провокации называли то что сейчас является общим местным в любой работе любых спецслужб это внедрение агента в ряды каких-то террористических групп и он как раз судейкин первый догадался что нужно сделать 3 кита на которых основывался у работа это нужно вносить подозрение раздрай точнее полный раздрай в ряды затем нужно чтобы каждый там друг друга обвинял шпионстве что видно зато трусики черные они розовенькие как некоторым хотелось бы потому что фабрика розовая нить не изготовила давние профильные трусики ну и третий момент приучать народ брать деньги от полиции и вот мы соответственно самом конце этой книжки находимся и вот этот дом что у него двойной номер 112 114 потому что он был перестроен из двух вот вот этот угловой дом да значит здесь написано 1883 году маленькую маленькая квартирка на углу верхнего этажа была снята молодой акушеркой татьяны голубы то есть вот там квартира выходила на две стороны чтобы можно было видеть естественно подходы а сейчас вот как бы мы так я в опять-таки небольшой фокус-фокус покажу она выходила на покровскую площадь покровская площадь это нынешняя площадь тургенева я еще пару слов о ней скажу этот центр вообще коломны и большую садовую ну и здесь описывается что-то это голубева она только приехала у нее заработок был небольшой поэтому никто не удивился что она две других комнаты кому-то сдала это называется еще у федора михайловича можем об этом прочитать значит от жильцов до с него снимать угол от жильцов и она действительно сдала двум прекрасным людям одним из которых был как раз тот самый коношевич а другим был тот самый стародворцев стародворский вот там вот дом фабрика не сына где мы были в прошлый раз я так просто пытаюсь вас как-то видите закольцовывать там через эти дворы можно спокойно выйти на фонтанку да но спустя какое-то время 16 декабря 83 года татьяна голубева и и жильцы внезапно исчезли а в тот день 16 декабря было совершено убийство судей кино это был один из лишних врагов революционного подпули в семьдесят девятом году он раскрыл киевскую организацию народовольцев за что его обласкали он был поощрен в должности стал заведовать агентурой петербургского охранного отделения судей кино мело вербовал провокаторов вынашивал карьеристские планы и рассчитывал руками народовольцев организовать убийство министра внутренних дел толстого и великого князя владимир александровича с тем чтобы запугать правительство и получить пост министра внутренних дел это полная чушь которая кочевала соответственно в советской историографии из источника и в источник откуда она была взята то что судейкин руками народовольцев хотел убить министра внутренних дел толстого здесь еще не указана фамилия плеви важное в этом контексте вот у меня другая книжка повседневная жизнь российских жандармов здесь приведено немало свидетельств у нас соответственно воспоминаний вот мы видели с крыши вот это место да а двор про который я говорил но мы туда чисто не попадем закрыт скорее всего да вот вот этот двор мы снимали вот кошаков там просто пруд пруди на самом деле видишь их вот работнички отдыхают спят да и вот эти спят всем всем надо спать рано или поздно сейчас пройдем вот в эту арочку информация это была опущена львом тихомировым этот человек который остался один из немногих живых в эмиграции и видите очередная у нас вент шахтах и куча котов и он пустил эту утку и я вам хочу зачитать его письмо вячеславу константиновичу плеви тихомиров потом переметнулся обратно правительственный лагерь и стал одним из самых ярых апологетов царизма монархизма и так далее то есть он писал письмо александру третьего после удачного покушения на его отца александра второго от лица народной воли и он звали тигр вот еще видите какой чудесный у нас закуточек он был одним из идеологов а потом вот стал охранителем но такое бывает и люди меняются свои воззрения до значит вот он пишет плеви по всей вероятности вы не знаете этого случая дело в том что в одной своей статье в задававшемся некогда вестники инородной воли я позволил себе опубликовать переданный мне рассказ о вашем будто бы разговоре с полковником судейкиного покушение террористов на жизнь графа толстого тогда я верил этому рассказу впоследствии понял что он простая тенденциозная ложь которая тысячами сочиняются всех высокопоставленных лицах но во всяком случае опубликование этого рассказа составила несомненный литературный донос на вас никаких оправданий для себя не имею кроме разве того что это был единственный случай когда политическая вражда довела меня до поступка которого я принужден стыдиться вот еще замечательный у нас закуток тихомеров этом признался еще в девятнадцатом веке однако во многих книгах которых я читал эта информация цитируется на голубом глазу не только у краеведов но и у историков в том числе ну то есть краеведение то есть как бы история родного края но слово краевед это такое знаете что-то такое непонятное вроде историк вроде гид вроде хрен знает кто потому что у краеведов нет там степеней нет прочь хотя есть на самом деле даже целый институт москве знаю там краеведение мне всегда было интересно чем они там занимаются потому что краеведческие книжки по москве это просто тихий ужас в отличие кстати от ленинградских книг которые прекрасно во всех отношениях вот в общем замочили и интересно что дегаев который вот был провокатором по мнению революционеров а на самом деле это был большой успех судейкин он не внедрил его в народной воле практически похоронил ее он после этого убийства бежал в сша и там сменил свою фамилию на полевой мы чтобы было понятно американцам он называл себя пол александр п вот там стал профессором и вот университет южной дакоты до сих пор награждает наиболее отличившийся студентов премии имени александра пыла то есть человека который на самом деле сначала всех сдал а потом организовал то убийство такая ирония судьбы а вот этот вот дом про который тоже кам пишет что он не очень удачный особенно вот те вот лошади которых мы поближе рассмотрим он интересен тем что здесь раньше на этом месте стоял деревянный дом неужели дождь пошел на стой стоял деревянный дом нам надо вернуться я забыл одну вещь сделать забыл показать табличку мемориальную где жил пушкина я показывал по вашу раз на самом деле да в прошлом видосе я показывал да ну хорошо давайте у нас вроде как время еще есть у нас время еще 18-32 да есть причем на и что давай-ка мы раз уж пошла такая пьянка то мы там и да то мы пойдем еще другим путем я заодно расскажу соответственно про центр этой площади здесь стояла церковь покрова его спасибо большое какой-то очень внимаемый сюда еще вернемся очень внимательный мои зрительницы я в одном из рассказов конкретно про стенную площадь сказал что террористы во время убийства вячеслава константиновича плеве которые в итоге все-таки замочили до собирались у церкви спасано сенной до успенской а мне указали что в своих воспоминаниях борис савенков пишет не о успенской церкви а а церкви еще раз сюда зайдем ничего покружимся вы зато все время пишет мне прокладывайте маршрут вот я специально сейчас для блондинок вам тут два раза повторю значит они собирались не у церкви спасано сенной а у церкви покрова вот здесь и отсюда не стартовали я ошибся я это признаю я всегда готов приносить ошибки и как хорошо что у меня есть такие внимательные зрители потому что я залез воспоминания савенкова уточнил действительно это правда ибо я все-таки надеюсь когда-нибудь написать этот свой краеведческий труд о терроризме глазами гида называется я бы там конечно эту штуку оставил туда и впал бы в просаг жесткий потому что не уверен что там конец мой редактор он бы это по перепроверил а так вот видите век живи век учись то есть благодаря на самом деле даже этим видосом я какие-то вещи которые вам сообщаю в которых я может быть немножко ошибся тем не менее вы меня поправляете и я эту информацию беру себе на вооружение следующий раз уже соответственно и использую то же самое на экскурсиях мне там иногда знаете что нибудь там подскажут и я как бы вот специально мы сейчас еще раз пройдем через этот замечательный дом напоминаю архитектор виктор шреттера смотрите какой чудесный редкий случай мелками нарисованный рисуночек и заканчивая вот эту историю там был еще один очень интересный момент значит конашевич он сошел с ума когда присел напоминаю что-то ледник но смотрите мой предыдущий выпуск ли один из предыдущих выпусков я не знаю как я буду их выкладывать на конашевич сошел с ума а стародворский сидел-сидел-сидел-сидел-сидел-сидел и буквально ему оставалось чуть-чуть до выхода и он прогнулся и написал письмо и согласился быть сейчас мы мы оттуда заходя сейчас мы так и пройдем и согласился быть полицейским осведомителем и стал им и когда наступил семнадцатый год и раскрылись архивы эта информация случайно была выяснена но я специально похоронили чтобы не как сказать не принижать значение не как этот глагол называется то боже мой но комментариями комментарии но уже свой язык есть и свои мозги что яйца разорваны с человеком тваря на понимаете все началось с этого да в общем да ну в общем короче чтобы не десакрализировать вот эту святую жертву который принес ради народного блага стародворский эту информацию похерили и он умер своей смертью и никто так и не узнал что оказывается он стал предателем а он им стал по факту то есть вот сколько всего по намешано в этой их в этих историях и подавать эти факты можно совершенно по-разному зависимости от так сказать вашей идеологической направленности вот человек на голубом глазу пишет откровенную ложь про царских сановников той эпохи книжка это между прочим хотя она вышла в 90-х годах тираж у нее на секундочку это был я так понимаю это был последний момент когда еще такие тиражи были возможны тираж у нее по моему 100 тысяч экземпляров подписано в печать где тираж что заодно вот тираж 100 тысяч экземпляров на самом деле да мы сюда вернулись вот ради вот этой мемориальной доски о том что здесь 17 по 20 года жил александр сергеевич пушкин в прошлый раз я не успел соответственно показать еще один дом который мы сейчас собственно направимся повторение мать учения да поэтому мы сейчас как бы еще раз нырнем да на радость прекрасных гостей из южной губернии которые чинят нам крышу которым очень нравится смотреть на меня дом этот принадлежал значит знаменитому на тот момент мореплавателю клыкачева но пушкин писал значит что он поселился в доме апраксина и дом этот действительно принадлежал федору апраксину но пушкинистые краеведы они естественно копают вглубь ширь и так далее и накопали что оказывается есть дом принадлежавший апраксину и раз его находится в коломне и раз он принадлежал апраксину соответственно надо там повесить мемориальную доску и повесили трехсотлетие петербурга и прикол в том заключается что там пушкин не жил и вот я планирую там окончить наш сегодняшний трип чтобы показать вам мемориальную доску на доме которая повешена но с нарушением всех соответственно но зато отель отель который там располагается этим всячески пользуется я на самом деле не против потому что людям которые приезжают петербург им по большому счету плевать где жил пушкин ну много здесь жить и там жить и где бы он мог только не жить а так вы сфотографировались да тем более что мы сейчас будем проходить мимо уже другого утеля такого серьезного который был построен на месте снесенных построек и кто его знает если бы не это мемориальная доска на этом маленьком домике может быть собственно и и и не было бы его уже давным давно да так вот возвращаемся теперь вот к этому дому значит здесь был деревянный особнячок такой домик который принадлежал буташевичу петрашевскому быстренько перейдем там нет машин ну естественно я об этом уже миллион раз рассказывал и когда мы гуляли по литейному проспекту я показывал дом спешнего одного из членов кружка петрашевского прототипа на самом деле ставрогина в бесах как его называли в советской историографии первого коммуниста да видите здесь такие коняшки милые которые вот искусствоведами не относятся к разряду шедевров дом был с лестницы на второй этаж которая скрипела по которой поднимались эти участники этого кружка а петрашевский наследовал его у своей мамочки мамочка у него была крайне скупая она деньги своему сыну ли давала под проценты но что вы хочет давала под проценты ему денежки ну и в общем у него на самом деле отца то было богатое наследство но взял себе только этот деревянный дом очередной раз хочу вам показать нашу традиционную тему вот они вот пушкинскую эпоху как раз вот отсюда выезжали всевозможные редваны ну или может быть дармезы доме это по-французски спать соответственно так вот назывался тип карет видите какой милый на самом деле двор зелененький и он у него было имение с семью буквально семьями до 7 покосившийся каких-то там изб и он решил там устроить коммунизм вот на основах учения фурии построить фаланстер им сказала приехал стал ребята зачем вам жить в этом дерьме давайте я вам сейчас построю фаланстер вы там все вместе будете жить я вам куплю новое новую технику новое оборудование ну и как писал валериал арфаилович зотов про которую я кстати рассказывал именно у него на углу бассейны а теперь некрасова и литейного морозов народоволец хранил архив народной воли да он приходил к нему это тоже конечно поразительно поразительно для того времени потому что либеральная интеллигенция да вот этот вот корт ярд мариот либеральная интеллигенция сочувствовала террористам так вот он он вспоминал зотов что крестьяне этого петрашевского ходили с понурыми лицами и когда он спрашивал довольны ли вы они говорят при много благодарны барин при много благодарны ну и короче как только он уехал они этот фаланстер сожгли со всеми накупленными и в общем-то ценными материалами и на этом первая в россии попытка устроить все это на общественных началах провалилась но потом я предприняли еще раз у нас я уже рассказывал были дома коммуны где вы должны были жить вместе у вас должно было быть общественное пространство в котором вы вместе должны были проводить время кухни у вас должны отсутствовать и прочее прочее вот так же петрашевский отличался какими-то буквально еще недавно было открыто мы пошли там выйдем петрашевский отличался какими эксцентричными выходками он например мог прийти в казанский собор одетый женщинами а он естественно был с усами и когда к нему подходил блеститель порядка и говорил сударь что-то мне сдается вы переодетые переодетый мужчина а он ему смотрел на него отвечал а мне что-то сдается чтобы переодетая женщина и соответственно поставив его в очень серьезный кунг-фуз не убегал оттуда в общем сами на канал грибоедово вот эта часть мира крайне нравится там за деревьями мы делим там будем гулять а ларчин мозг по которому получил название а ларчинские курсы первое здоровье молодым а ларчинские курсы и первые вообще высшие женские курсы у нас российской империи туда ходила например сонечка перовская вместе с сестрами корниловыми но я еще пару слов скажу вот про то здание мы возле него окажемся там видите наверху мансарда и она настроена была отнюдь не в двадцатом веке еще в девятнадцатом по просьбе местного жильца жильца этого звали илья ефимович репин до его мастерская рядом там соответственно у нас каланча пожарной части но и в итоге петрашевский он стал собирать все молодежь в своем доме туда ходили ну например там был теншанский антон рубинштейн вспоминал про эти встречи он писал что я конечно был совершенно поражен ведь из еще одна сохранившаяся веншахта она же запасной вход из бомбоубежища он писал что я был совершенно поражен атмосферой определенной свободы которые там царила ну то есть там можно было говорить даже на политические темы господи какое время было это николаевская что люди были приятном шоке то что можно говорить о политике и вот в недрах этого соответственно кружка петрашевского там сформировалась на самом деле вот мы могли бы даже здесь выйти но нам интереснее конечно пройти дворами тут ведь арка это вы можете делать сделать самостоятельно в итоге там справилась левое крыло в котором участвовал достоевский и заслали туда мамбели такого тайного наблюдателя который стучал на них в третье отделение мы решили сделать показательный процесс их арестовали вот я в одной из их экскурсии показывал дом на углу вознесенского ямал и морской где висит мемориальная доска что там федор михайлович жил но собственно на этом мемориальная доска и заканчивается это тот дом откуда его взяли и больше он петербург не увидел до того как вернулся уже отсидев сам петрашевский вел себя на суде достойно он сделал инструкцию написал как себя вести ничего не подписывать ни на что не соглашаться все отрицать как бы вести себя достойно и вот приговорили к расстрелу приехал в этот ростовцев заикающийся прочитала да при том что их приговорит к расстрелу им объявили уже на плацу на семеновском то есть их туда привезли разбили по тройкам то есть это первый шок сначала что их приговорит к расстрелу привязали первую тройку а второй шок был в том что их все таки не расстреливают то есть представляете что люди испытали ну и в общем конечно федор михайлович он сказать этот момент не просто запомнил всю жизнь а вот я всегда говорю что для меня это именно то что его сформировала и как личность и как писателя как все остальное вот мы сами выходим на обратно на канал грибоедова где он заканчивается в принципе втекает в фонтанку у меня заготовлен отдельный туру который мы начнем вот здесь от мастерской репина обязательно вот этот прекрасный домик видите низенький и вуаля если мы сейчас вот окажемся здесь то мы с вами увидим еще одну мемориальную доску о том что и здесь жил пушкин причем заметил что там было написано 17 по 20 а здесь 16 по 17 они даже здесь не смогли как-то договориться друг с другом да но пушкин в этом доме не жил выяснилось когда ну что она повешена с нарушением так сказать правды эко я завернул ну короче чтобы демонтировать это нужно какое-то тоже какая-то санкция то есть нужно нужно что кто-то приехал туда забрался и сняла кто это будет делать поэтому конечно выгоднее чтобы она висела на меду владельцам и она висит и вот я бы хотел сегодня у нас такая не очень большая прогулка потому что сегодня последний у нас и мы специально вам приготовили как вишенка на торте вот кусочек крыши я бы ты пока покажи вот этот замечательный дом какой чистый меня рюкзак теперь я хочу достать одну книжку рассказать буквально пару историй потому что основной поток истории здесь будет попозже про репина мне вообще зреет мысль отдельно даже лекции можно замутить зимой потому что личность было конечно колоритнейшая но во первых у него у смотрите какой молоденький да прекрасно эта книжка является наглядным свидетельством того насколько некоторые россияне особенно советским прошлом любят литературу я тогда жил в коммунальной квартире ну и как бы естественно я всегда хожу в сортир с книжками но так вот повелось у меня я очень много литературы прочитал свое время в транспорте и вот в ретираде как ее было принято называть пушкинские времена я там пару раз книжки забывал одно у меня остыли или благополучно очень хорошая книжка с фотографиями было а вторую я прихожу смотрю лежит я думаю божечки кошечки ну слава тебе господи оставили книжку открываю ее и вижу вот такую замечательную картину то есть книжечку книжечка употребилась по назначению книжечку не обязательно читать книжечку можно в принципе и вот так вот вот так вот к тому что репин для нас это ведь ну прям вот все на белом свете да это такой классик классик бла-бла-бла я вам хочу прочитать кусочек рецензии на картину которого все прекрасно знаете называется будут бурлаки на волге да вот некий автор статьи в газете русский мир а все инка писал перейдем например прославленным газетным крикунам бурлакам репина вы испытываете болезненное чувство вы убеждаете что художественная часть выставки кончилась и что затем идут разные гражданские мотивы и худосочные идейки перенесенные на полотно из газетных статей у которых наши реалисты почерпают свое вдохновение художественно здесь мыслилась как очищенное от живой жизни вечное искусство стоящее вне социального дающие лишь усладу ценителям прекрасного ну и бруни который на секунду написал ну он ну может броню ну если он кто у нас был по национальности нет он по моему швейцарии да ну хорошо подскажут да ну следуя брилову который написал последним помпея написал этого медного змея до огромное полотно про то что там когда моисей водил свой народ и они начали роптать что бог им на них послал ядовитых змей ну и соответственно пас сделал стукана поставил туда медного змея сказал что те кто будут молиться и поверят все значит выживут и вот бруни который между прочим блин пол исааки скал собора расписал говорил величайший профанация искусства назвал он картину собственно бурлаки на волге а вот теперь сам репин например съездил во францию до сходил на модную выставку и написал не знаю других сфер но живопись у теперешних французов так тупо по содержанию живопись талантлива но только одна живопись никакого содержания тупо это значит про кого вы думаете про импрессионистов тупая для него живопись водка как бы а потом забегая вперед ведь когда стали появляться всякие там эти бубновые валет и там мир искусств и так далее вот естественно репин и их перестал принимать но и собственно передвижники уже как-то устарели и в общем все такое но и специально для москвичей илья ефимович москва мне начинает страшно надоедать своей ограниченностью и тупостью сильная самодовольная буржуазия да тароватое торгашество вот все поглощающие стихии бедные студенты бедной интеллигенции нигде они не найдут меньшего сочувствия здесь же бескорыстное сочувствие только к деньгам питается до к высокому чину ну вот такое было восприятие ильвия ефимовича тогда первопрестольные что уж тут говорить да ну и он же здесь поселился сначала втором этаже а потом вот специально домовладелец ему построил эту мансарду здесь были написаны самые главные выражать современным хитом современным хитом языки да правильно хитом здесь были написаны самые главные языки вот вы не представляете у меня тут был пост я хотел вообще об этом отдельно сделать выпуск есть побочка очень серьезная на самом деле в да в экскурсоведении и в краеведении я иногда заведую профессиональным историком потому что они работают методично то есть они сидят изучают какой-то там пласт источники да потом все компонуют и вот наращивают базу мне же приходится черпать информацию вообще отовсюду там из документальных фильмов которые вы никогда в жизни смотреть не станете потому что это просто треш и угар где вот таким вот голосом который можно слушать исключительно на скорости 125 а то и на полторашки да но к сожалению там в каком-нибудь 25-минутном фильме телеканала культуры можно выяснить там два-три прикольных факта которые я потом вставляю себе значит книжки это кстати очень хорошая книжка но но кто из вас будет ее читать ну положа руку на сердце да нет конечно найдутся люди да но если вот говорить про про так сказать массового потребителя на книжки какие-то там выпуски радиопередач интернет сайты естественно да то есть причем и некоторые из них как вот упомянутый носите волосом исключительно он исключительно такой вот сухой это с фактами но опять таки вот это кстати информацию про пушкины оттуда выкачу на то есть и оттуда об этом узнал там люди разобрались и как раз вот выяснили что этот дом просто он принадлежал александру апраксину а тот дом приезжал федора апраксину и поэтому вот из-за этого получился это путаница ну в апраксина и апраксина то что два разных апраксина никто как-то особо и не заметил мы с вами закольцовываем соответственно и в общем короче когда вот у тебя идет вот это вот все вот когда твой мозг работает как мясорубка у тебя приходит перенасыщение и и и все и труба но что поделать лучше так чем ника и могу здесь финишировать потому что мы здесь уже были вспоминаете да специальная моя мечта охватить центр города моими маршрутами чтобы вы могли ходить и спокойно там ориентироваться еще раз хочу сказать что я настаиваю на том чтобы вы сами смотрели сами прокладывали бы себе маршруты на яндекс картах или google maps потому что ну так вы будете вырабатывать себе ну какие-то навыки понимаете а так вы типа делайте маршруты но можно делать маршруты ребята но хотелось бы чтобы вы все-таки тоже участвовали в процессе потому что мы так уже избалованы поисковиками и всем остальным а где же самостоятельность а где же то все вот поэтому сегодня у нас была последний проход вот с этим делом я сбриваю нафиг потому что уже время не терпит надо походить теперь лысеньким отрастить чтобы следующем году опять вас порадовать замечательными вещами но естественно экскурс виде экскурсии не будут прекращаться они будут продолжаться и они будут проходить точно так же с привлечением каких-то специальных гостей я сейчас на самом деле буду основной этом акцент делать и мы сейчас буквально на секунду прервемся потому что я сделаю несколько анонсов и после этого мы с вами закончим значится я хочу вам напомнить те кто вдруг еще не знает что вот есть книжки у меня продажи прекрасно во всех отношениях 1 называется путеводитель низкий с перцем она очень богатая иллюстрированная до каждый дом здесь есть и про пушкина вы не поверите да подойдет детям взрослым не соврал да и кошечкам собачкам также подходят крайне рекомендую попугайчиком хуже попугайчики начинают повторяются перец дурак перец дурак другой стороны это тоже своего рода так сказать популярность вот эта замечательная книга публицистическая про пиар во время русско-японской войны про пиар компанию тут есть и фотографии и карикатуры и всевозможные иллюстрации из разных источников в основном из американских английских и японских вот если хотите узнать как как читать книжки где вам промывает мозги то вот ну и мой острый социальный роман корень книжечка толстенькая читается легко но жестко и довольно экскурсии идут пока что у меня не будет какое-то время в сентябре я улечу седьмого предыдущего 23 все остальное время я вожу экскурсии ну и в октябре наверно конец заеду в москву то есть поэтому следите за анонсами все ссылки и суд там у меня на сайте с вами был гид павел перец а к порванный так сказать пах увидимся пока